Ирина Ивановна, в этом году люди стали в Назарово впервые получать субсидии. Как активно они пользуются такой мерой поддержки и сколько уже приобрели именно за субсидии новое жилье? В этом году, да, субсидии действительно впервые по краевому закону предоставляются гражданам. Сумма получается приличная. У нас 15 семей получили субсидии. К сожалению, не все граждане подошли под данные критерии, согласно 32 статье жилищного кодекса. Только те граждане, которые после признания дома аварийным, не производили отчуждение жилых помещений. Вот они получили и субсидию, и возмещение. Суммы у них получились достаточно приличные, и они смогли приобрести квартиры и жилые дома. Приобретено три жилых дома, остальные квартиры. Но там ведь еще и никакого другого жилья у них не должно быть, да? Да, в собственности у граждан никакого другого жилья быть не должно. А суды в связи с чем идут? Идут суды в связи с тем, что люди оспаривают стоимость, какая им предоставляется по соглашению. Дело в том, что многие граждане оформляли договоры дарения. Когда передавали доли, например, от брата к сестре, заключался договор дарения. Там прописывалась сумма. К сожалению, суммы прописывались минимальные. И мы по закону гражданам должны выплачивать такую сумму. Там даже были суммы 70 тысяч рублей. Поэтому граждане обращались в суд, и мы даже им рекомендовали это сделать, для того, чтобы они получили оценочную стоимость, а не стоимость, которая прописана в договоре дарения. Также граждане обращаются в суд, когда они, ну вот я еще раз сказала, еще раз скажу, не согласны с суммой оценки, и они ее считают, что она должна быть выше. Либо обращаются граждане в суд, потому что им не предоставлена субсидия, а они считают, что субсидию они могут получить. Поэтому они в судебном порядке решают вопрос переселения. Продолжение следует...